Здравствуйте, это канал Главные Новости Казахстана. Самый опасный казахский вор в законе. Одним из самых опасных казахских воров в законе по праву считается Серик Голова и вот что о нем сейчас. Освободился Серик Голова в мае 2019 года, отсидев 8 лет за различные преступления. 3 февраля стало известно о задержании криминального авторитета Серика Джаманаева и его команды. Из информации от КАН известно, что их подозревают в ряде серьезных преступлений, в том числе убийства. Почему криминальный авторитет носит прозвище Серик Голова и за что именно его поймали в этот раз, читайте в материале закон.кз. Согласно информации из открытых источников, Джаманаев Серик Калыкович, первый вор в законе Казахстана, и один из самых знаменитых казахстанских преступников. Как сообщается на канале «Все о тюрьме» в сюжете про Джаманаева, он родился в 1965 году в поселок Фабричный, ныне поселок Каргалы, Алматинской области. Первый срок он получил в 1982 году в 17 лет, украл что-то у соседей. Его осудили на три года. В 1985 году Джаманаев вышел и меньше чем через год. В 1986 году снова приступил закон и получил 10 лет срока за нанесение тяжких телесных и разбой. Говорят, что прозвище Серик Голова он получил во время второй ходки за то, что всегда быстро находил решение любой проблемы, чем заработал уважение в блатной среде. По некоторым данным, в 1996 году, после освобождения, Джаманаева короновали в Сочи, он получил титул вор в законе. Якобы его продвинул лидер солнцевской группировки «Мехась». А того поддержали 40 преступных королей. Серик Голова стал первым вором в законе в истории Казахстана. В конце 90-х, начале 2000-х в криминальной среде Казахстана Серик Голова имел большой авторитет. Гарантом этого якобы были более 70 боевиков, входящих в его ОПГ. Летом 2002 года в селе Узы-Нагач Алматинской области сотрудники спецподразделения Сумкар МВД РК задержали Серика и его соратника Йорона Жамартова. Им инкриминировали незаконное хранение наркотиков и боеприпасов. Его лишили свободы на три года три месяца. Через какое-то время Серик якобы записал на видеопленку обращение, в котором сообщил, что раскаивается и отныне желает честным трудом искупить все содеянное раньше. После была обнародована новость, что Серик Голова отрекся от титула «Вор в законе». Освободился он в марте 2006 года и вернул себе титул. В 2009 году 4 апреля при проведении ОПМ сотрудники Южного рубок и убок ДВД Алматинской области задержали вора в законе в 15 километрах от родного поселка Фабричный во время охоты на барсуков. При личном досмотре у него нашли героин. Оперативники видели связь Джаманаева с пропажей журналистки. Возможно, он был причастен к ее похищению. Но доказать это не удалось. Авторитеты посадили за хранение наркотиков на 4 года 7 месяцев. А спустя три года он стал одним из главных фигурантов по делу о массовых беспорядках в колонии строгого режима. По делу проходило 14 человек. Их обвиняли в том, что в апреле 2011 года они совершили массовый акт членовредительства. Голову обвиняли в организации этого бунта. По версии обвинения, он руководил осужденными по телефону. 16 марта 2012 года 14 заключенных признали виновными в ряде преступлений. Джаманаева посадили на 5 лет 9 месяцев. А в марте 2013 года ему дали еще 3 года 9 месяцев за нарушение тюремного режима. После этого о нем практически ничего не было слышно, кроме того, что отбыл срок и жил в Алматы либо в Алматинской области. И вот его снова задержали 1 февраля. Как уже известно, Кан совместно с МВД РК пресекли деятельность организованной преступной группы, которую возглавлял вор в законе Серик Голова. Вместе с ним в ФСДП Алматы выдворили шесть представителей криминальной среды. Редакция закон.кз обратилась в МВД РК о предоставлении некоторых подробностей по делу вора в законе и его команде. В силу норм закона, детали дела не раскрываются. Но кое-что все же удалось узнать. Как сказано в ответе на официальный запрос, вместе с лидером ОПГ Джаманаевым были задержаны 11 ее участников. Шестерых задержанных выдворили в ФСДП. Остальным подозреваемым избраны другие меры пресечения. По официальной информации, освободился Серик Голова в мае 2019 года, отсидев 8 лет за различные преступления, в том числе создание и руководство ОПГ. Что думаете вы по этому поводу? Напишите в комментарии. Также подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok